Дни малого и среднего предпринимательства с начала года прошли уже в 11 городах и районах республики. В этот раз за круглым столом собрались бизнесмены Мариинско-Посадского района, работающие в разных сферах. На встречу обсудили вопросы, связанные с кредитованием и налогообложением. Специалисты провели консультации для желающих начать собственное дело. Подробности в нашем сюжете. День предпринимательства проходит в Мариинском посаде. И, конечно, главный предприниматель этого города – купец Коротков. Дом, в котором он жил, служит теперь музеем. Дом-музей купца Петра Короткова – знаковое место в городе. Его судьба – другим наука. Миллионер, успешный лесопромышленник, он жил в 18 веке. Развивал старинный волжский город, слыл меценатом. Нынешние предприниматели работают в самых востребованных сферах. Общие проблемы – нехватка квалифицированных кадров, высокие кредитные ставки, налоги. Анатолий Афанасьев – предприниматель со стажем. Перевозками пассажиров в Мариинском посадском районе занимается с 2005 года. В проектовании у меня есть вопрос был. Максимальная сумма кредита – это сейчас агентство малого и среднего бизнеса дает вам до 5 миллионов. Но увеличение этого максимальной суммы до 10 миллионов, потому что техника, которая сейчас продается, она дорожает. Без кредитов трудно развивать собственное дело. Предложения предпринимателя обещали рассмотреть в профильном ведомстве. Вообще в сфере бизнеса законы меняются так часто, что за ними сложно уследить. Мы всем предоставляем необходимую актуальную информацию, то есть чем мы можем помочь предпринимательству. Поэтому мы приглашаем принять участие и всю инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, все институты. Это и финансовые, и консультационные и так далее. То есть мы непосредственно на местах уже находим решение. Актуальны проблемы определенного предпринимателя. Есть в Марпосаде и женский бизнес. Оксана Александрова 9 лет продвигает парикмахерское дело. Я полезно узнала, но как бы о государственной подвижке, о небольших процентах кредитования, недостаток информации очень большой у людей. То есть очень много не знают. Наверное, настолько погрузили свой бизнес, что некогда искать информацию, а она постоянно, а мы постоянно в ней нуждаемся. Предприниматель из Чебоксар Алексей Трофимов тоже развивает свой бизнес в Маринском Посаде. Он занимается производством корпусной мебели и довольно успешно. В 2008 году купил заброшенное помещение производственной базы и полностью его восстановил. Мы делаем сейчас, можно сказать, с уверенностью элитные кухни. 70% нашей продукции отправляется в город Москва. Ну и процентов 30 здесь, в городе Чебоксаре и в ближайших регионах мы реализуем. Средний чек, наверное, по кухне – это порядка 300 тысяч рублей. Делаем кухни из дерева, из массива дерева. Полностью выпускаем сами, производим фасады мебельные, сами их красим. Ну и у таких успешных бизнесменов есть проблемы. Алексею Трофимову не хватает на предприятии квалифицированных кадров. Специалистов по деревообработке найти непросто. Возможно, при помощи Минека надо организовать специализированные курсы. Следующая встреча с бизнес-сообществом пройдет в Аликовском районе. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.